Дорогие друзья, вас приветствует канал Beauty Sashé, Retro Beauty Sashé. И сегодня мы сошьем с вами вот такой шейный шарф, ну или платок, как хотите, можете сказать. Муж мой носит с удовольствием этот фирменный шарф, он уже обрямкался. Значит, его можно носить так просто, дальше его можно заправить в рубашку, весь я оставлю только эту часть. Дальше его можно носить на рубашку и украсив вот здесь брошью. Мужчины тоже себя теперь украшают. Значит, брошь может быть любая. Если вы не хотите брошь и хотите, и костюм у вас такой сейчас, как сейчас модно на одной кугодице, то вы, значит, должны, можете сделать сюда перемычку из этого же материала. Вот что мы сейчас с вами сошьем. Я сшила, уже сделала подарок внуку на день рождения, рубашку вот такую, и вот такой сделала шарфик. Ну, это на 8 лет. Они у меня двойнята. Одному сделала покоску вдоль, другому поперек. Ну, не знаю, мне кажется, что будет симпатично. Теперь, если вы хотите сшить этот шарфик из шелка, например, шелк очень тонкий, но вот этот шарф, который я одевала сейчас, он шелковый, то тогда вы должны взять эту ткань, эту ткань, и по левой стороне к ней приложить фрезелин. Тоже тонкий. Фрезелин – это вот такая клеящаяся ткань. Вы, значит, вот этой блестящей стороной прикладываете к левой стороне, к левой стороне, раскладываете и проглаживаете. И тогда шелк у вас примет вот такую форму. Он будет хорошо держать форму и хорошо будет здесь вокруг шеи лежать. Если, при условии, если вы будете делать это из шелка. Дальше. Вот старшему внуку на 23 февраля я хочу сделать вот из саков горошек. Значит, я купила материал всего 30 сантиметров. Это будет, ну, думаю, что ему это понравится. Вот это я. Вам же я хочу рассказать, рассказать, как мы сделаем этот шарф из ненужных вещей. Ненужная вещь – это рубашка мужская. Она бывает тоже и шелковая, и батистовая, и просто из рубашечной ткани. Ну, в общем, это идеальный вариант для нашей поделки. Вот я взяла рубашку, отрезала нижнюю часть, нижнюю часть, самую нижнюю часть, там, где зарезы на тазобедренные суставы сделаны, сделала прямую линию. Дальше. Отмерила в ширину. Учитывая, что это будет шарф для взрослого человека, 32 сантиметра. Вот у меня 32. Видимо, так получилось, потому что там, может быть, что-то было на рубашке. Вы можете сделать шире, можете сделать так же. В длину мы пустим на всю длину рубашки, то есть передние полки две и спинка. Сколько у вас получится? Ну, если это большой, сильно взрослый мужчина, в смысле, сильно емкий мужчина, желательно, конечно, чтобы это расстояние было, там, метр сорок, метра пятьдесят. У меня получилось вот здесь метр тридцать два. Ну, для моего мужа это будет идеально, потому что он небольшой мужчина. Значит, мы отрезали от рубашки нить, отрезали, сложили правой к правой стороне, правой к правой стороне, и сделали вот здесь зарез. Видите, зарез угловой. Значит, он может быть разным. На этом шарфике, в котором я была, он сделан вот так. Внуку я делала полуовал. Здесь я собираюсь сделать вот так вот. Смотрите, видите? Что значит? Кладем правой, с правой стороной. Разворачиваем вот таким образом, да? У меня уже тут закроено все, но вам придется... Сейчас я вам покажу, как это придется закроить. Значит, смотрите. Складываем по всей длине, аккуратно. Если вы не ленивый человек, возьмите утюжок, прогладьте. Это не повредит. Я имею в виду вот здесь, поэтому залому. Я ленивая. Я гладить не буду. Я вот так беру об стол. Раз. Раз. Видно вам? Раз. И вот это получается, чтобы оно никуда не скользило. Можно, в принципе, может быть, кто-то, кто может наживулить, чтобы там потом, кто живует... А я вот так вот раз и все. Смотрите. Сложила. Получилась вот такая длинная полоса. Метр тридцать два вот так. Тридцать два сантиметра. То есть шестнадцать сантиметров вот так у меня получилось. Теперь я взяла ножницы. И здесь у меня был прямой угол. Я здесь вот так взяла и срезала. Еще раз говорю, вы можете срезать вот так, как я. Можете под углом. А можете сделать вот такой... Вот так еще отрезать. Но я что-то решила, потому что муж будет носить это точно. А у него уже есть с таким зарезом два шарфика. Я, значит, решила сделать вот так. Теперь у нас ткань от старой ненужной рубашки. Еще раз говорю, у меня такая ширина тридцать два сантиметра, потому что там какое-то пятно выло, поэтому рубашка зарезана. А если у вас получится, пустите на пару сантиметров больше. Хуже не будет. Значит, зарезали. Теперь, если у вас есть машинка, строчите. До середины доходите, оставляете отверстие, строчите дальше. Для чего? Для того, чтобы вывернуть потом это на правую сторону. На машинке, на руках, если у вас нет машинки, я уже вам показывала, обмёточным швом. Можете обычным живуличным швом, потому что этот предмет не будет нести никакой нагрузки, он будет в свободном плавании находиться, что называется. Прошьете до середины, дальше выверните, выверните через это маленькое отверстие, и у вас получится, у вас получится вот это другому уже, я тому внуку сделала. Видите, какой у меня зарезик? Вот такой вот. Значит, дальше. Все вывернули, сложили аккуратненько, прогладили, уж теперь точно надо прогладить, потому что теперь уже вот эти все шовчики, чтобы они хорошо, в смысле, что уголочки, чтобы вытащили, вылезли, значит, может быть, вам придётся ножницами, с чем у вас, ручечкой подтолкнуть, чтобы всё было ровненько. Значит, дальше. Ровно посредине. Ровно посредине. Средина у меня вот здесь. Мы должны сделать вот такие защипы. Зачем? Ну, за тем, чтобы шарф не расползался, не лез, чтобы он хорошо лежал вокруг шеи. Вот раз одели, и он лежит вокруг шеи. Можно, в принципе, оставить прямо так, но он будет, ну, при, скажем, движение, при этом, он будет, мне кажется, мешать. Поэтому я решила сделать вот такие вот заломы. Как я делаю заломы? Если, например, 40 сантиметров размер шеи, 40 сантиметров, я сделаю вот эти заломы на расстоянии 35 сантиметров. 5 сантиметров я оставлю вот здесь, на этот бант. Понимаете меня? А если у вас 45 сантиметров, у мужчины шея, значит, вы сделаете 40 сантиметров. Вот это вот, швы вот эти, 40 сантиметров. Как я это делаю? Смотрите. Вот она середина. Вот она середина. Кладу. Уже все у нас прошито, проглажено. И делаю вот так. Раз. Видно? Дальше вот так. Два. Два. Да, получается вот такая складочка. Смотрите. С этой стороны получается складка. А с этой стороны получается вот такая складка. Видите? Дальше. Вы это... Я и не проживуливаю. Вы можете это проживулить. И прошить, значит, по центру раз. Обязательно. И если у вас, например, 40 сантиметров, значит, 20 сантиметров отступаем, прошиваем еще раз. Еще раз. Если материал вот такой плотный, как на этой рубашке, то я прошью еще и посерединке. То есть вот здесь у меня середина, здесь 20 сантиметров. Я еще раз. Получается, 5 раз я прошью вот этот залом. и... Ну вот. Все. Прошили. И получилось вот такое изделие. Смотрите. Ваш мужчина будет носить это как захочет. Может этой стороной одевать, как я... Да? Может этой стороной. Это несущественно. Несущественно. Одевает, завязывает и таким образом украшает себя. А вы радуете его к любому празднику. 23 февраля, к дню Святого Валентина, к дню рождения и к Новому году, к любому празднику. Он будет счастлив и доволен. Мой муж очень доволен. У него... Не знаю, сколько штук, наверное, уже. Штук 5 таких шарфиков. Он с удовольствием носит. И самое главное, хочу сказать. Раньше вообще шили рубашки с запасными воротничками. Почему? Потому что в рубашке что носится в основном? Рука, рукава и манжеты. А все остальное рубашка, она хорошо сохраняется. Сегодня ничего же не поменялось. Если человек сильно потеет или грязно, или работа у него, портится рубашка и манжеты. Значит, мы, если одеваем на мужчину этот шарфик, мы сохраняем рубашку. И рубашка служит дольше. Мужчина выглядит оригинальнее. И радостнее. Вот вам. Хочу, чтобы ваша старость была в радость. Украшайте своих дедушек. Дедушек. Дедушек, мужчин и мальчиков. Это был... С вами был канал Beauty Sache. Retro Beauty Sache. Подписывайтесь на наш канал и дружите с нами. Всего хорошего. До новых встреч.